Приветствую вас! Вы знаете, вот прям первый вопрос, который я хотел бы вам задать, да? Это вопрос такого рода, такого плана, зачем вы прикрепили фотографию свою, если вы их пишете в раздел «Психология». Значит, может быть вам стоит обратиться в раздел «Эзотерики», там вам помогут по фотографии, что-то скажут, вот. Эксперт Галина, если я правильно помню, является эзотериком, можете к ней обратиться, вот. Там, правда, дата рождения нужна, вот, эта деталь. Давайте я вам постараюсь ответить как психолог на ваш вопрос. Вот, открываю вашу фотографию я, да? Что вижу? Красивую, умную женщину, которая знает себе цену, которая несёт себя достойно миру, да? Вот. Но я вижу в этой женщине страх эмоциональной близости. Я вижу в этой женщине потребность в любви. Я вижу в этой женщине страх показаться слабой. Я вижу в этой женщине скрытую потребность в том, чтобы её поняли, скрытую потребность в том, чтобы прижаться к мужчине, вот, и чтобы он закрыл её от проблем, от трудностей и так далее. Понимаете? То есть, я вижу так. Если первая половина – это здорово, да, то вторая половина – это, ну, вот, собственно, корень ваших проблем. То есть, если вы хотите каких-то чувств, если вы хотите каких-то проявлений, попросите. Но у меня возникает ощущение, что вы не просите. У меня возникает чувство, что вы склонны подавлять, у меня возникает ощущение, что вы склонны решать за мужчин и за других людей. Понимаете? У меня есть ощущение, что вы склонны терпеть, что вы склонны скрываться, что вы склонны мучиться, склонны переживать, никому не показывать. При этом. Понимаете? Вот. Я могу ошибаться. Я могу ошибаться. Но мне почему-то кажется так. Вот так. Вот посмотрите на свою фотографию. Это вы. Красивая, умная, полная сила, здоровья, жизни. Да? Вот. Молодая. И вы действительно считаете, что вот вы достойны того, чтобы страдать по человеку? Вы действительно считаете, что вы достойны того, чтобы переживать по тому, кто не даёт вам того, что вы хотите? И вы скажете, да, да, я склонна переживать, я достойна этого, потому что мне нужен этот человек, я не хочу его отпускать. Ответ. Ответ. Потому что он мне нужен. Ответ. Потому что я жду от него, и когда-то я это получал и чувствовал, что он мне даст ответные эмоции. Мне нужны ответные эмоции. Понимаете? Вот. И, по сути, это и есть ответ на ваш вопрос. Понимаете? Это потребность в ответных эмоциях, потребность в любви. И можно на самом деле по-разному подходить к этому, к этому запросу. То есть, запрос, я хочу быть любимым. Во-первых, любовь, это безусловное принятие себя и других. У меня нет ощущения, когда я смотрю на вашу фотографию, что вы себя принимаете безусловно. У меня есть ощущения, что вы принимаете себя вот такой, как на фото. Понимаете? Идеальный, по вашему мнению. Если вы не идеальны, по вашему мнению, то вы себя не принимаете. И отсюда все, опять-таки, вытекают все проблемы. Может быть, сейчас это прозвучит грубо немножко, но вопрос мне бы хотелось поставить. Поставить так. С какой стати вы считаете, что вы должны выглядеть и вести себя определенным образом, и только это позволит вам принять себя? С какой стати вы считаете, что принятие должно быть условным? С какой стати вы считаете, что при условном принятии себя вы можете безусловно принять другого. А если вы не можете безусловно принять другого, то как вы можете выстраивать отношения? Понимаете? Вот. Так вот, об этих вещах постарайтесь подумать. Дальше. Значит, я рассталась с молодым человеком, потому что, с любимым человеком, потому что не чувствую таких же ответных эмоций. А вы должны? Вопрос. А вы должны? Вопрос. Вопрос. Человек, эээ, ну, так высказывает свои эмоции, так выражает свои чувства, как он умеет. Не так, как вы хотите, а так, как он умеет. Это разные вещи. Если человек умеет выражать свои чувства и эмоции, он это делает, но еще раз, не так, как хотите вы. Понимаете? Другое дело, другое дело, если раньше человек выражал свои эмоции более ярко, полно, а потом перестал. Вот это да. А это неприятно. Это неприятно. Но и у этого есть причина. С одной стороны, благодаря вашему психологическому портрету я могу предположить, что вы человека подавляете, ну, как бы вот склонны вы подавлять. Человека. Например. И, соответственно, соответственно, если вы склонны человека подавлять, то может быть именно это, и... послужило причиной того, что он вот так себя стал вести. Ну, с вами, я имею в виду, стал себя так вести. Понимаете? Я думаю, что нет. Я думаю, что у этого есть причины. Так вот, я предлагаю вам посмотреть на эти причины. Понимаете? И ответить на вопрос, как я сама повлиял на то, что случилось. Да, мужчина, он такой вот, да, он вот так себя повел, да, он перестал проявлять ответные эмоции, эмоции. Хорошо. Это так. Но, во-первых, зачем они вам, эти ответные эмоции? Вы же в них нуждаетесь. А нужда – это ваша ответственность. Ваше желание – это ваша ответственность, а не ответственность другого человека. То есть, если вы любите человека, если вы его действительно любите, то вот он такой, и вы его таким принимаете. А если вы, простите, его не любите, или если вы любите его нечистой любовью, то вот ситуация складывается именно так, что вам от него что-то нужно, а без этого вы хотите с ним расстаться и расстаетесь. Понимаете? Нет, конечно, ответные эмоции должны быть, ответные чувства должны быть, это понятно. Я не говорю, что их не должно быть вообще. Они должны быть. Но нужно понимать правильно, что ответные эмоции у человека вторичны. Все, что вы делаете, вы делаете для него. Поймите это, пожалуйста, вы не делаете для себя это все. Вы делаете для него это все. Понимаете, какой момент? И это важный момент на самом деле. Вы делаете это все для него, и либо вы хотите это делать, либо вы не хотите этого делать. И если вам не хочется сделать для человека что-то, потому что он не делает что-то для вас, то это, простите, нелюбимый человек. Это нужный человек. Нужный вам, человек. То есть, слово здесь заменяется на нужный. Вы понимаете, какой, какая история. А это уже отношение по расчету. Это не отношение по любви. Конечно, есть элементарная привычка. Да, есть элементарная привычка. Ну, элементарная привычка, я имею в виду, к человеку. Да. То есть, был рядом товарищ. Значит, ну, вы к нему привыкли. Он для вас много значил. Вы, там, на него полагались в чем-то. Да. Вот. Теперь его нет, и вам, естественно, тяжело. Ну, просто потому что, ну, вот как, как. Был человек, и его нет больше. Тяжело. Сознание, осознание оно расширилось, теперь оно должно сержаться. Слоть болезненным, неприятным. Да. Что можно сделать? С одной стороны, вы извлекаете опыт из этой ситуации. Стараетесь извлечь опыт. То есть, чтобы такая ситуация больше не происходила. Это первое. Второе. Вам нужно, вам нужно сейчас, как можно больше уставать, как можно больше получать новых впечатлений. Понимаете? Вот. Чем больше вы будете получать новых впечатлений сейчас, тем быстрее человек уйдет. Тем быстрее его не будет рядом с вами. И тем быстрее вы поймете, что это не ваш человек. Потому что тот, кто ваш, ваш человек, он бы никогда, никогда не ушел бы и никогда не опустил бы вас. Тем более мужчина. Тем более мужчина. Знаете, какая история? Ну, дальше идем. Теперь я не знаю, как мне быть. Потому что тяжело его отпустить. А, варианты какие? Вот, как быть? Ага. Варианты у вас какие? Есть. То есть, вы можете вернуться к нему? И он еще сильнее к вам будет проявлять безразличие. Потому что вы же вернулись. Зачем еще что-то делать? А для вас? Как вот вы воспримете то, что вы вернулись к тому, кто вас не устраивает? К тому, кто вас, по сути, опустил. Вот. Но точно вы не будете лучше о себе думать. Да? Да. И, кстати, кто запретил вам просить о чем-то? Кто запретил вам быть слабой? Дальше. Значит, потому что мне тяжело его отпустить. Тяжесть... В чем? Тяжесть? Опускание. Но, может быть, это не моя судьба, и мне нужно перестать страдать и шить дальше, не сталкиваясь с этим человеком. Может быть. А может быть и нет. Вы знаете, я не склонен думать, что дело здесь в судьбе. Я склонен думать, что дело здесь в вашем поведении. И от того, как вы выстраиваете свое поведение, от того, как вы его продвигаете, зависит успех вашей личной жизни. Не бывает людей судьбы. Не бывает. Бывает человек, с которым вы построили отношения, а бывает, с которым нет. Это важный момент. Судьба, это перекладывание ответственности с себя на что-то другое. И это... Это... Один из самых тревожных дваночков в вашей истории. Перекладывание ответственности с себя на кого-то другое. Это не судьба, сделая так, что этот человек не ваш. Это вы на 50% сделали так, что этот человек не ваш. Потому что вы с ним были. Вы с ним были. И в какой-то момент стали замечать его, ну, как бы, охлаждение. Но ничего не сделали, видимо. Не отдалились сами. Не показали ему, что так нельзя. Не дали ему понять, что он может вас потерять. Например. Ну, правильно ведь? Скорее всего, не дали. Не дали. А почему? А все по той же причине. Потому что вам нужно... Вам нужна ответная эмоция. Вам нужны ответные чувства человека. И так далее. И вот именно поэтому, именно поэтому вы терпели. Именно поэтому вы за него и держались. А он, в свою очередь, думал о вас все хуже и хуже и хуже. Ну, так обычно и бывает. На самом деле, когда человек перестает себя оценить. Вот. Так что дело здесь не в судьбе. Если мы, конечно, говорим о психологии. Если мы говорим о конъекции психологических взглядов. И психологической концепции. Понимаете? Какая история. Вот. Значит, что я вам могу сказать. Человек этот действительно не ваш. Потому что, как я уже сказал, он вас отпустил. Человек этот действительно вам не подходит. Потому что он вас отпустил. Человек этот действительно перестал быть вашим. И вот данный факт очень важный, на мой взгляд, на самом деле. Потому что вам нужно понять, что каждый человек, подходящий вам по, ну, некому образу. Да? Ваш. Вы можете сделать его вашим. А можете сделать его чужим. Понимаете? И судьба, это миф. Призванная приучить людей не нести ответственность за свою жизнь и за свои поступки. К сожалению. Вот так вот. Такой мой вам ответ. Во многом, конечно, я полагаю, что мой ответ вам, наверное, не понравится. Потому что вы верите в судьбу. Но в целом, в целом, ваша позиция относительно того, что мне не стоит этого человека ждать. Не стоит страдать по нему. Верно. Только причину ваших страданий нужно отыскать. Понимаете? Есть причина у ваших страданий. Она есть. Это причина. И если вы ее сами не увидите, сами не найдете эту причину, то она будет вам мешать. Она будет вам не позволять, как бы, ну, грубо говоря, действовать адекватно в жизни. Понимаете? Понимаете? А мы же, я уверен, этого не хотим. Понимаете? Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.